На учет попал и сам пункт приема металлолома. Десятки разобранных машин, велосипедов, мусорных контейнеров и прочие утвари. Полицейские считают, что эта точка работала с грубейшими нарушениями. Кроме того, там не вели учет с данного металлолома. Полицейские изучают богатую коллекцию собранного здесь металлолома. Изучать надо сказать есть что. Этот пункт приема лома расположился на окраине Чебоксар. Если различные автозапчасти и детали свалены в гараж, то разобранные автомашины оставлены прямо на улице. Здесь же не один десяток велосипедов, строительных приборов, мусорных контейнеров и прочие утвари. Кто и что именно приносил в пункт, здесь не фиксировалось. Данная фирма лицензию получила еще летом 2017 года. То есть работала как бы, казалось бы, на законных основаниях, имела лицензию. Но фактически вела работу с грубейшими нарушениями. Документация велась вообще в необходимом виде? Паспорт спрашивали. О том, что надо журнал ввести на бумажном носителе, вы не в курсе? Что записывать, как положено в журнал паспортные данные лица, который сдает лом металла? Подобное отношение к своим обязанностям играет на руку клиентам подобных пунктов приема металла. Не секрет, что среди них немало лиц без определенного места жительства и занятий, злоупотребляющие алкоголем или другими психоактивными веществами. Чаще всего именно эти категории граждан совершают кражи из дачных домиков и хозяйств, из тамбуров жилых домов. Когда начали разбираться, почему у них не велся учет, работники этой фирмы сказали, что у них якобы учет ведется, но в электронном варианте этот учет ведет сам директор фирмы у себя где-то на дому. Но это грубейшее нарушение. В этом пункте было обнаружено немало предметов, представляющих оперативный интерес. Такие, к примеру, как эти мусорные контейнеры. Их происхождение предстоит выяснить, а за нарушение правил обращения с ломом и отходами металлов владельцам грозит серьезный денежный штраф до 100 тысяч рублей.